МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Меня зовут Александр Кузнецов на телевизионном канале Юрген. Время итогов. Вначале коротко о главных темах. Упал, очнулся гипс. Чрезвычайная доля в детских историях. Народное ополчение. Настоящее будущее добровольных пожарных дружин. И город будущего. Энергетическое завтра в Иркуте. События дня сегодня. Сыктывкарская управа активно боролась с лариками, которые без согласования с ней торговали на столичных улицах. Еще в понедельник представители администрации провели выявляющие такие ларьки рейд и нашли десяток нарушителей. Ни у одного продавца не было трудового договора с тем или иным владельцем. Ни на одном из киосков вы можете увидеть, что там, что здесь нет вывески. Кому это принадлежит, какие часы работают. Дальше. Трудовые договора, я уже сказала, не оформлены. Санитарных книжек нет. Весы не проверены. То есть, какой обвес, тоже никто не может сказать. Сертификатов на продукты не было. Поэтому смотрите сами, что мы покупаем в таких киосках. Сегодня незаконно торгующие ларьки власти вывезли на штрафстоянку. После этого улицы стали выглядеть немного чище. Пожалуй, одной из самых обсуждаемых на этой неделе стала тема взрослой жестокости, направленной против детей. Еще не улеглись страсти после недавнего случая с похищением ребенка в Печоре. А эта неделя подкинула очередной повод говорить, что не все у нас с воспитательным процессом гладко. На неделю в Министерстве внутренних дел выясняли, правомерно ли ввел себя полицейский патруль, доставляя 13-летнего подростка в отделение. Что любопытно. Во время общения с полицией тот сломал ногу. Но в среду МВД заявило, что подросток был пьян. Отчего пострадал, видимо. Любовь Лапина попыталась разобраться в ситуации, а попутно и в других недельных эпизодах, в которых страдали мальчишки и девчонки. Три происшествия за одну неделю. И все связаны с детьми. Первый случай произошел в Печоре. Здесь 30 марта со двора улицы Западной пропала коляска с ребенком. Преступление раскрыли по горячим следам. Похитителем оказался 17-летний подросток. Воспитанник местного интерната. Примерно около километра мы по улице Спортивная 44 вот здесь вот обнаружили коляску. Когда мы вот езжали отсюда, мы обнаружили, что отсюда движется мужчина с коляской. Это то самое место. Подросток не успел уйти далеко. Полицейских встретил спокойно, убегать не стал. На вопрос, где взял коляску, показал тот самый дом. Чуть позже в интервью нашему каналу парень признался. Дурных мыслей у него не было. Она стояла пустая, в пустом дворе. Я думал, что она бесходная, но в смысле там никого нет. Ну, из взрослых рядом с ней. Во-вторых, она стояла прямо под крышей. А когда увидел то, что там ребенок, ясное дело, что захотелось как-то помочь, вцепился в коляску, а что дальше делать не сообразил. Это помощь была. То есть никакой задней мысли у меня там вообще не было. Там реально то, что было. Желание помочь, а как помочь, я не знал. Корыстный мотив юноши не поверили ни сотрудники детского дома, ни соцработники. Он сидел в течение получаса на этой скамеечке. Вот. И наблюдал. Колясочка стояла под окошком. Вот здесь под окошком. Прямо на снегу стояла колясочка. В течение получаса никто к ребенку не подходил. Он пожалел его. И вот решил посоветоваться с подругой. Что делать дальше, когда вот ребенок остальный без присмотра. Взял колясочку и повез в эту сторону. Следствие по делу продолжается. Уголовное дело возбуждено по статье похищения человека. В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит наказание от 6 до 15 лет лишения свободы. Усугубляет все тот факт, что мальчик был в состоянии токсического опьянения. А вот был ли пьяный Егор Пунигов, когда его местечки Емоль, Блиц, Сыктывкара задерживали полицейские, пока не доказано. В региональной МВД в среду опубликовало официальное заявление. Молодой человек был под действием алкоголя, сам упал и сломал ногу. Однако с этим категорически не согласны его родители и его друзья-очевидцы. По их словам, Егор в тот день не пил. Это подтверждают и врачи. Перед операцией мальчика брали анализы крови. Поступил он в состоянии средней степени тяжести, то есть с жалами на боли в голени. Ребенок адекватен был, то есть никаких истерик у него не было, никакого запаха алкогольных или других веществ от него не было. То есть ребенок обычный, трезвый. Были взяты общеклинические анализы, обычные в данной ситуации. Все было сделано по правилам. Как бы то ни было, доказать, что в тот день мальчик был пьян, полиции будет очень сложно. А свидетельствования не было. То есть тебе никто не предлагал подуть в трубочку, анализы какие-то задать на содержание алкоголя, ничего такого не было? Нет. Почему, как ты считаешь, полицейские решили, что ты был пьян? Я не знаю даже. Я не больно был, мне не пахло, что хорошо было. Была ли применена грубая сила в подростку, пока тоже устанавливается. Показания свидетелей разнятся. Лечащие врачи отмечают, механизм травмы был непрямой. Сегодня наш корреспондент Эдуард Бушуев в рамках своего журналистского расследования провел эксперимент с участием участкового Кулиева и очевидцев, которые видели падение Егора. Ну получается, он все запротелялся, запротелялся. Да, и резко, резко просто. Он с прыжком отлетел. Он с прыжком, вот так. А потом он подлетел, а потом оказался на метр, наверное, от нас. То есть вот оттолкнулся, да, как бы это действие уже показали. Он летит спиной, соответственно. Падает на обе ноги. Падает на ноги. На ноги. И резко падает. И падает как бы на спину. Встать на обе ноги и резко пошел на спину. То есть и конкретно шлепнулся на спину. Отталкиваясь от этого преступка, то есть какое-то мгновение, он находился в полете. То есть не касаясь никакими частями тела земли. Нет, и полицейские его тоже как бы не придерживали. Приземлился он, продолжайте. Приземлился он, то есть получается прыжком, призелился на две ноги. Так. И сразу же, то есть не делая никаких шагов, резко завалился на спину. То есть приземлился и, то есть оттолкнувшись, опять упал на спину. И сразу пошел характерный крик, то есть «ааа, нога, нога, нога». А вот факт того, что случайный прохожий, который и вызвал полицию, бил ребенка по лицу, у врачей не вызывает сомнений. Об этом говорят ссадины на лице Егора и припухлость на челюсти. Мы играли, он там что-то стоял, что-то бормотал. Потом мне позвонила мама, сказала, иди, типа, домой. Я пошел домой, и мужик как бы идет, и не его из зеленой едет, шевролет. Вот где-то меня хватает, что-то там, ну, что вы творите, короче, все такое, ну, за грудки меня схватил. Ну, ударил по челюсти, да, где твои друзья, там, ну, друзья там сзади шли, как бы, я спешил домой. Сегодня Егору сделали еще одну операцию. На ногу надели аппарат Елизарова. Впереди не меньше трех месяцев лечения. Длительное лечение ждет и семилетнего мальчика, которого в понедельник прямо на пешеходном переходе сбила иномарка. Страшные кадры снял случайный свидетель ДТП. В тяжелом состоянии ребенка доставили в детскую республиканскую больницу. Состояние при поступлении тяжелое. Сочетанная автодорожная травма, черепно-мозговая травма. Машина, кроме того, проехала еще через коленный сустав, то есть множественные гематомы и множественные ушибы. Очевидцы говорят, травмы могли бы быть легче, если бы водитель Киа Карнивал вовремя затормозил. То есть, получается, мальчик пытаясь увернуться, упал спиной на капот, где-то метра два, наверное, проехался на нем и упал под колеса. Женщина проехала ему по ногам, ну, где-то метров 15 от пешеходного перехода она остановилась. Пока в отношении водителя заведено административное дело. Вопрос о возбуждении уголовного будет решаться после судмедэкспертизы. Ее результаты будут известны по окончании лечения ребенка. Мы будем следить за развитием событий. Любовь Лапина об итогах насыщена на прошествии недели, в центре которых были дети. О пресловутой социальной несправедливости на неделе пытались вести диалог печорские власти с железнодорожниками. Они даже написали письмо президенту всех российских путей сообщения Владимиру Якунину. Просили не отменять пригородное движение поездов между Интой и Печорой. Без этих поездов в поселке Сыня и Косью теряют всякую связь с внешним миром. Только железнодорожным транспортом в эти населенные пункты можно завести продовольствие, вывезти больных. Даже покойников Сыня и Косью не хоронят. Везут в Печору. Впрочем, просьбы просьбами, но как будто шутки ради. С началом не самого серьезного месяца железные дороги, по мнению печорцев, эти рейсы собирались отменять. И только на этой неделе Министерство развития промышленности, транспорта и связи уточнило. Путейцы продлили движение поездов до 17 апреля. Наш доктор, хотя родом не из сыни, но все же не остался безразличным к проблемам жителей этих отдаленных сел. В очередном стихотворном рецепте он прописал железнодорожникам «надо возить». Приготовьтесь, девицы и дамы, утирать реки горькие слез. Расскажу, как Изольду с Тристаном разлучил навсегда паровоз. Где-то в очень заснеженной сыне, меж таежных красот волшебства, проживала принцесса до ныне, вечерами смотрела Дом-2. Не сказать, что девчина из глупых в омут всех социальных сетей погрузилась, чтобы принца опутать, да женить на себе поскорей. Принц в контакте расслаблено пасться и, не чуя дыхание грозы, в сети хищницы глупо попался, словно кот на кусок колбасы. Закружилась любовь интернетом, виртуально, но в целом чиста. И смотрите, бежит за билетом принц на поезд Печора-Инта. В час назначенный меряет нервно в сыне девушка грустный перрон, смотрит пристально в сумрак вечерний, из которого выплывет он. Но не бьется под кофточкой сердце унисоном под стуки колес. Нет печальной концовки, поверьте, не привез жениха паровоз. Да и Инты ехал парень экспрессом, злой колдун сглазил этот экспресс и пронес принца мимо невесты прямо в руки интинских принцесс. До сих пор на перроне унылом, пряча слезы в секущем дожде, ждет девчонка свидание с милым. Почем зря матеря РЖД. Самое время для рекламы. Через пару рекламных роликов мы продолжим. И вот еще о чем успеем вам рассказать. Город будущего. Энергетическое завтра Воркуты. Социальная необязательность. Кому нужны уволенные смонди. И народное ополчение. Настоящее будущее добровольных пожарных дружин. Катя, а хочешь доплатим и джип купим? Я поручителем не пойду. Спасибо вам, мама, за поддержку. Теперь крупные суммы в кредит без поручителей. Про бизнес банк. 28-41-51. Автоцентр «Союз» предлагает широкий ассортимент автомобилей по дилерским ценам. Телефон в Ухте. 766666. Тогда их только слушали. Пришло время их увидеть. Музыкальный мир представляет. 25 апреля. Ухта ГДК. 26 апреля. Сыктывкар Ренова. Томас Андерс и золотые хиты. Модерн Токинг. Рублики в пачках. Новинка рынка. Тонкое тесто, мясная начинка. Любят люди круглые рублики. Пельмени-рублики. Любимцы публики. Магазин спецодежды «Нагородная-2» предлагает красивую резиновую обувь по низкой цене. Широкий ассортимент спецодежды. Телефон в Сыктывкаре 213-300. Я выбрала северные окна, потому что для меня они лучшие. Жешерский фанерный кабинет приглашает на работу вахтовым методом. Электромонтера, слесаря, токаря, водителя категории «С», станочника деревообработки. Телефон 8-821-34-472-21. Магазин спецодежды «Нагородная-2» На этой неделе стали известны подробности разговора, который состоялся в предпоследний день марта между главой Коми и президентом страны. О деталях той беседы нашему телеканалу поведал Вячеслав Гайзер в программе «Позиция главы». Оказалось, наш губернатор напомнил Дмитрию Медведеву, что республике надо достраивать аэропорт в местечке Соколовка под Сыктывкаром. Президент обещал помочь. Гайзер заявил, что пора бы начинать строительство бассейна олимпийского класса в столице Коми. Медведев согласился. А на просьбу Вячеслава Михайловича посодействовать в решении дошкольной проблемы региона глава государства посудил нам бюджетный кредит на строительство новых детских садов. А еще президенту понравился наш проект «Воркута. Энергосберегающий город». О нем глава Коми рассказал главе государства в деталях. Светлана Некрасова попробует сейчас проделать то же самое и поведает вам об энергетическом будущем Воркуты. Отопительный сезон 11 месяцев. Среднегодовая температура минус 6 градусов. Расположение заполярье. Главным героем масштабной программы по энергоэффективности Воркута стало не случайно. Во-первых, существующие теплоресурсы здесь тратят весьма расточительно. Во-вторых, пилотный воркутинский проект в будущем может стать типовым для всех северных городов страны. Воркуте Воркуте жило больше 200 тысяч человек и мощности были соответствующими. За тепло и горячую воду отвечали две ТЭЦ и ЦВК. Теперь жителей в два раза меньше, а источники теплоснабжения те же. Работают они не в полную мощность, но часть энергии все равно вылетает в трубу. Чтобы избежать этого, и была разработана программа «Воркута. Энергоэффективный город». Проектом предусмотрено полное закрытие воркутинской ТЭЦ-1, перевод воркутинской ЦВК в аварийный режим для работы в пиковых аварийных нагрузках, для обеспечения жизнедеятельности северного города в связи с тяжелыми климатическими обстановками. А вся нагрузка в основном будет вырабатываться на воркутинской ТЭЦ-2. При вращении Воркуты в энергоэффективный город обойдется в 3-4 миллиарда рублей. Ожидаемая экономия – 450 миллионов рублей в год. То есть вложения окупятся уже через 10 лет. Впрочем, внедрение энергоэффективных технологий в Воркуте уже идет. И не первый год. Пусть не глобальное, но все же весьма заметное. Речь идет об оптимизации работы оборудования. Один из примеров – гидроузел 7А. Он обеспечивает водой практически весь город. Сейчас здесь меняют насосы. Старый насосный агрегат имел мощность 630 киловатт. В данный момент производится монтаж нового насосного агрегата мощностью 315 киловатт. То есть экономия составит почти два раза. Окупаемость этого агрегата составит примерно 6 недель. Что даст значительную экономию нашему предприятию в потреблении электроэнергии. На гидроузле поселка Северный новое оборудование уже установили и протестировали. Здесь появились насосы меньшей мощности. Потребление воды в населенном пункте сократилось. Специалисты надеются, с помощью агрегата будут экономить на электроэнергии до 300 тысяч рублей в месяц. Мы произвели замену насосов на пяти гидроузлах. Потратив водоканал на это 2 миллиона 500 тысяч рублей. Значит, реальная экономия электроэнергии за 2011 год по сравнению с 2010 годом составила 7 миллионов 200 тысяч киловатт. На 1 марта 2012 года уже экономия составляет 9 миллионов 100 тысяч киловатт. Тепловые сети в Воркуте все запланированные мероприятия по энергоэффективности уже выполнили. Например, на всех теплопунктах установили частотно регулируемые приводы. А на этих мониторах два теплопункта, которые работают в полностью автоматическом режиме. Видеоизображение помещений и схема работы оборудования. Режим работы агрегатов поддерживается компьютером, а в случае внештатной ситуации система подает звуковой сигнал. Хотя устранить ошибку и снова наладить нормальную работу она может и без постороннего вмешательства. Если вышел из строя один насос, автоматически запускается резервный. Роль оператора минимальна – наблюдать и фиксировать показатели. Сэкономить тепловики пытаются и на таких банальных вещах, как лампочки. Оказывается, и они могут существенно сократить расходы на электроэнергию. Мы постоянно проводим мероприятия по замене ламп энергосберегающих на своих объектах. Это тоже дает определенный эффект. Ну, порядка там 200-400 тысяч в год. Все эти действия позволили тепловикам неплохо сэкономить. Настолько, что тарифы на тепло в Иркуте не менялись с 2009 года. И по прогнозам останутся неизменными в 2013. Отказ от нерентабельных ТЭЦ-1 и ЦВК обеспечит стабильность тарифов еще на несколько лет. Именно об этом во время личной встречи рассказал президенту страны Вячеслав Гайзер. Он сообщил, проект «Воркута. Энергоэффективный город» сейчас проходит государственную экспертизу. И при поддержке главы государства имеет все шансы попасть в федеральную адресную инвестиционную программу на 2013-2015 годы. Дмитрий Медведев проект одобрил и пообещал дать соответствующее поручение. Светлана Некрасова, Антонина Борошнина, Андрей Корнилов о первых и пока небольших итогах большой энергоэффективной программы. К слову, в той же программе «Позиция главы», о которой я уже говорил, Вячеслав Гайзер затронул еще одну значимую тему этой недели – невыполненных социальных обязательств компании Монди. По его словам, лесопереработчики не выполняют соглашений 2011 года, которые сами же заключили с властями региона. Монди забывает о трудоустройстве и о переобучении уволенных работников. Как будто подтверждением тому стала недавняя проверка трудовой инспекции в лесной компании Монди СЛПК, где работникам не сообщали даже режимы работы и отдыха. Алексей Полторанин о забывчивости, которой иногда страдают лесные воротилы. Каркировское село Нивширо когда-то славилось своим лесопонтом на всю округу. Трудились с нем более 400 человек. Бывший руководитель Валентин Михайлов рассказывает, предприятие заготавливало 150 тысяч кубометров леса. По тем меркам огромные показатели. В 90-е предприятие передали Сыктывкарскому ЛПК. После того, как у нас было предприятие, вот наше предприятие, ну государственное еще было, после них это совсем другое отношение. К социальной теме вообще они не подходили, только производство. Четыре года назад всех сотрудников уволили. Более 70 человек остались не у дел. По словам местных жителей, представители Сыктывкарского ЛПК не предложили нового места работы. Мы, конечно, все собрались в клубе. Мы выступаем, мы говорим, как это так, закрывать лесопонт? У нас столько людей, столько детей, у нас в школе надо всем. Комаров Сергей Васильевич сказал, сейчас вся Россия на колесах. Вот так. Вся Россия ездит, значит и вы будете ездить. Мы говорим, куда мы поедем, куда вот мы бабы, куда мы денемся. Жители потянулись местную администрацию. Одних устроили в открывшийся пожарный депо, другие открыли свое дело. Иван Макаров четыре года работает кочегаром в детском саду. Место освободило здесь. Потом меня сюда предложили. Но я и согласился, что работы нету бы. Вот когда в 1996 году ушли оттуда, здесь их обосновались уже 15 лет, получается. Незадолго до массовых увольнений бывший руководитель лесопонкта самостоятельно занялся лесозаготовкой. Десять человек из тех, кто лишились работы, забрал себе. Понадобились трактористы, слесаря и вальщики леса. Этот сезон хорошо сработали мужики. Коллектив уже подобрался. Такой за столько лет, короче, выбрались уже таких, чтобы на работе пьянство. Да что-то такого вообще нету. За один прогул тысячи рублей штраф. Не только в Каркиросском, но и в соседнем Усть-Куломском районе подсчитывают, сколько сотрудников компании Монди остались без работы. В понедельник глава Коми напомнила об обязательствах компании. В этом смысле у меня позиция была, есть и будет неизменной. Все, о чем договаривается власть с бизнесом, и что ложится в виде соответствующего документа, так сказать, к реализации, то есть эти соглашения, должны быть, безусловно, выполнены. Конечно, форс-мажоры бывают всякие в жизни, но в данном конкретном случае мы никаких форс-мажоров не видим, и мы добьемся того, чтобы предприятие в полном объеме выполнило все те планы, которые у нас были подписаны. С 2002 года в компании Монди количество сотрудников уменьшилось на 4000 человек. Такие цифры приводят в региональном Минпроме. В республике, рассказывают в министерстве, разрабатывали специальную программу по освоению лесов. Предприятия переходили на финскую и скандинавскую технику. Все предвидели неизбежное сокращение. Ведь комплексы заменяли работу 400 человек. Тогда республика договорилась с крупным предприятием о переобучении сотрудников в случае увольнения. Но в последние несколько лет от таких обязательств компания начала отходить. В Минпроме объясняют это частой сменой руководства Монди и СЛПК. Ну, все, что было вчера, это неправильность. Вот сегодня будет лучше. Значит, следующий приходит, говорит, ну, вчера тоже как бы не совсем хорошо, поэтому в другом направлении будем двигаться. Исходя из этого, значит, это, во-первых, вызывает нервозность, во-вторых, это непонимание у всех и вся. Значит, в-третьих, что мы пытаемся добиться? Ребят, вы пропишите хотя бы пятилетнюю программу для того, чтобы все правительства, значит, муниципалитеты, люди, которые работают в этих предприятиях, четко понимали, что будет. У Минпрома нареканий по другим обязательствам, помощи в содержании дорог и ремонте социальных объектов особо нет. Но вот самих жителей беспокоят массовые вырубки в так называемых родовых угодиях, где сельчане охотятся и собирают дикоросы. И если вот эти, как говорится, лесные угодья полностью вырубаются, там же ничего не остается, ни дичи, ни зверя, ничего. Местное отделение регионального движения Куми-Войтер предлагает учитывать эти особенности и не посягать на такие территории. Сельчане жалуются, предприятие забывает вывозить древесину после вырубки. Десятки тысяч кубометров леса могут лежать от одного месяца до нескольких лет. Ценность такой заготовки, конечно же, снижается. И буквально через год балансовая древесина превращается в дрова. Жители говорят, предприятие должно вовремя остановить заготовку. Зимой по лесным дорогам вывезти проще, чем с наступлением тепла. Ну, с моей точки зрения, что лес не должен лежать, потому что гниет, портится. Предприятиям Монди и СЛПК должны больше внимания уделять экологии. Жители Соктовкара и Эжи регулярно жалуются на выбросы в атмосферу. Бывший генеральный директор бумажного комбината Михаил Маги в одном из недавних интервью блогеру даже напомнил – не забывайте об экологии. Вы не в Африке, а в России. Алексей Полторанина, Артем Соколов. О промежуточных итогах работы компании, которая иногда забывает о своих обязательствах. Негромкое событие случилось на неделю в поселке Малая Перах Сосногорского района. Там в среду открыли пост пожарной охраны. Оборудовали под него бывшее пожарное депо, снабдили автоцистерной и необходимым пожарным оборудованием. А еще нашли шестерых добровольцев, которые уже сегодня готовы вступить в схватку с огнем. Теперь жители трех окрестных деревень – Седьвош, Лемью и Райоль – могут спать спокойно. Пожарная безопасность им обеспечена. К слову, об этой пожарной безопасности вот таких удаленных деревень в республике задумались после трагедии в селе Подъельск, где сгорел дом престарелых и где не оказалось пожарной части. Если бы она была возможна, стариков удалось бы спасти. После тех Подъельских событий в Коме активно заговорили о создании добровольных пожарных дружин. Евгений Ракин продолжит. Во времена Царской России профессиональные пожарные команды действовали только в городах. А в селах и деревнях с огнем боролись сами жители. Так в стране появились пожарные добровольцы. Этому движению уже больше 165 лет. Сегодня волонтеры продолжают сидеть за безопасностью в глубинке. От поселка Сидью до Ухты 25 километров. Своей пожарной части здесь нет. Зато есть добровольцы. Вот уже седьмой год они первыми вступают в борьбу с огненной стихией. Десять минут и уже на месте. Пока машины из города придут, пожар уже разгорелся. А когда дружина есть, мы что-то, что-то, мы пожар можем сдержать, чтобы он дальше не распространялся. В состав группы шесть человек. Базируются огнеборцы всего в двух комнатах. Их безвозмездно выделили местные коммунальщики. В одном помещении разместился класс, в другом хранят оборудование. Здесь находятся штыковые лопаты, багры, также ранцевые внетушители для тушения травы и лесных пожаров. Однако этого недостаточно, сетуют волонтеры. Не хватает специального снаряжения, инструментов для разборки конструкций, открывания дверей и лестниц. Обеспечение дружинников минимальной техникой – забота местных властей. А у них, как известно, постоянно не хватает денег. Надо строить и модульные боксы, и пожарные депо. То есть это все финансовые вложения. Но на сегодняшний день у нас большое спасибо руководителям предприятий, учреждений, которые помогают и выделяют помещения для охранения оборудования, ПТВ. И также смотрят и отпускают работников. До недавних пор добровольцы не имели ни официального статуса, ни социальных гарантий. И только в прошлом году был принят долгожданный федеральный закон за номером 100, целиком и полностью регламентирующий их деятельность. На уровне республики такой нормативный документ принят в сентябре. На очереди – постановление регионального правительства. Где будут установлены уже, в частности, размеры, порядок, выплат личному составу добровольной пожарной охраны в случае, допустим, травм, контузии, увечья, при исполнении обязанностей, при их привлечении к тушению пожара, при проведении аварийно-спольных работ, будет определены порядок и размеры выплат в случае гибели личного состава добровольной пожарной охраны для члена их семей, а также будут определены размеры, порядок и объемы личного страхования. Существенный вклад в развитие добровольчества вносят общественники. В региональном отделении ВДПО, а зам пожарного дела учат будущих преподавателей ОБЖ. Справиться с огнетушителем может абсолютно каждый. Главное – знать технику безопасности, находиться от огня не ближе, чем за полтора метра, и с подветренной стороны. Дергаем за чеку, направляем шланг на пламя и нажимаем на рычаг. После окончания курсов студенты получают свидетельства. Летом они будут на подхвате у профессионалов, тушить мелкие возгорания, заниматься профилактикой. В май-июнь будет проходить практика у студентов. Мы планируем также с главным управлением провести рейды подачи с агитационным материалом и с проверками печей, электропроводки, ну и все, что положено по пожарной безопасности. Сегодня в КОМИ официально зарегистрировано более трех тысяч добровольцев пожарных. К концу года их может стать в два с половиной раза больше. По расчетам МЧС, именно столько волонтеров необходимо для полной безопасности всех населенных пунктов региона. Евгений Ракин. Об итогах возрождения добровольческих дружин. Во вторник «Республика» сделала еще один шаг в развитии региональной науки. В Сыктывкаре наградили победителей московского салона изобретений с говорящим названием «Архимед». Награду раздавал министр финансов КОМИ Владимир Тукмаков с надеждой, что награждаемые будут радовать республику своими изобретениями и в дальнейшем. Ольга Турева о том, что «Архимеду» и не снилось. Компьютерная программа по подсчету рациона, картины, совмещающие живопись и художественную соломку, небывалые развивающие игрушки и даже радиоуправляемая искусственная птица. Наши изобретатели – это уже не только традиционные ученые, но и мастера искусств и даже вчерашние менеджеры. Впрочем, все они не устают доказывать. Все гениальное просто. Дисбаланс в питании и постоянный перебор с жирами – это классика жанра для России, говорит доктор медицинских наук Евгений Бойко. Именно поэтому ученые и разработали компьютерную программу по расчету рациона. Человек, скажем, пересчитал свой обед, там или завтрак, или ужин, и в нем высвечивается, сколько он съел – всего калорийность, белков, жиров, углеводов. А внизу, сбоку, у нас такая картинка, вот, скажем, норматив дан, ну, в течение дня. И, скажем, он попадает, норматив выше, ниже. В программе разложены по полочкам полторы тысячи видов продуктов. Это все, что обычно входит в наш рацион. Подобный личный электронный диетолог коми-ученые разработали первыми в России. Впрочем, абсолютно новыми и актуальными на Архимеде 2012 признали сразу три проекта наших физиологов. К нам подходили в Москве, даже вот директор подходил, например, кондитерской фабрики. И он был очень удивлен, что пектины можно выделять не только из яблок, но и из других, из ягод, из всего. То есть он был очень удивлен, что вот такие вот вещи, и оказывается, уже где-то там на севере, уже это выполнены, вот эти исследования выполнены. Международных экспертов сразила и наша художница Галина Кулаева. Великий порядок гармонии – так уже окрестили современные искусствоведы ее работы, в которых одной жизнью живут масло и соломка. Сегодняшние творения – это результат кропотливых экспериментов и поисков. Их Галина Кулаева начала еще в 78-м. Выворка соломки у меня где-то около 36 часов занимает, то есть перед этим я отсыпаюсь и как солдат. Там надо соблюдать время, соблюдать количество определенных там трав элементов, определенное время, температурный режим и так далее. Соломка, художественная соломка, я разработала выворку только для ржи и пшеницы. Каждый из лак, в принципе, требует своей выворки. Выворка соломки, подбор клея, расчет коэффициентов сжатия и влияния влажности и температуры на материал. Композиция обязательно отвечает законам оптики и математики. Именно так картины начинают жить в 3D. И стоит источник света, то с левого правого угла идут два ярких луча, и они внутри освещают картину. Стоит источник света, сверху идут два треугольника, освещают картину. Понимаете? Вот на эту работу ушло 8 лет. Самое сложное, если сказать в техническом плане, это вот этот насыщенный ковыль, трава, которая находится внизу. Независимо от положения источника света, независимо, здесь не вырвется ни один луч. И никогда композицию не забьет ни блеском, ни дополнительно не будет отвлекать полностью от композиции. 850 персональных выставок в Коми, России и даже во Дворце наций ООН в Швейцарии. После победы на Архимеде 2012 запатентованное живописное ноу-хау горят желанием посмотреть в десятках стран. Мобильная Галина Кулаева уже собирается в дорогу. Техник-электрик по образованию, менеджер по профессии Олег Муравьев два года назад тоже задумался о формате 3D и придумал кубы. Они вобрали в себя объемные пазлы, мозаику, головоломку и конструктор. Вот в такой тоненькой упаковочке ходит вот этот набор, где можно собрать в гору геометрические детали, а потом в нее играть. То есть родители, опять же, да, либо ребенок может быть как волшебник из плоскости, рождать трехмерный мир, а потом в нее играть. Генератором идеи, кстати, стала дочь Олега, которая в два с половиной года выучила алфавит. Вместе с папой они потихонечку лепили из пластилина букву за буквой. Детям нужны объемные образы, понял Олег и начал развивать свою мысль. И в прошлом году выстоял разработки на статусный российский конкурс «Инновационная игрушка». Среди целых заводов и изобретателей со всей России лучшими в номинации развивающие игры признали именно кубомы. Олега тут же нашли инвесторы. Они быстро смекнули, игрушечное ноу-хау надо срочно ставить на поток. Все макеты подписаны, производство, то есть буквально на этой неделе мы отрезаем ленточку и выпускаем первую партию. Не в Сыскаре. Не в Сыскаре, потому что объемы большие, да, и весь быт все равно это ближе к Москве, в Питере, поэтому постоянно возить партию, то есть это нецелесообразно. Хотя, конечно, хотелось бы и здесь производить, но бизнес есть бизнес, да. Теперь уже совладелец серьезной компании Олег Муравьев продолжает изобретать. Сейчас главное довести дома все возможные варианты кубомов, отработать материалы, формы и художественный ассортимент. Впрочем, изобретатель уже разрабатывает идею с разговаривающими онлайн-игрушками и авторскую технику изображения собственного взгляда на мир. Вот уж поистине, гениальные люди, гениальны во всем. Ольга Турьева, Иван Богомолов о штучных и не только изобретениях наших архимедов. Спасибо, что были сегодня с нами. Увидимся на следующей неделе в пятницу, когда снова наступит время итогов.